А теперь вспомню тысячу лет назад, оказывается. Ну, если в этом воплощении есть отношения, значит, наверное, хроническая связь тоже есть, именно с тех пол. Значит, Russian House или игра в дифференциацию трансцендентного пути развития человека, моя тема сегодня. Начну немножко издалека к этой теме приближаться. Я с… это вот игра такая уже… вот, с… лекции я была позавчера, сейчас фестиваль науки в Москве идет. И была в доме Лосифа на Арбате такая лекция Сергея Сергеевича Хоружева, известного современного философа, может быть, лидирующего российского философа на данный момент, создателя синергийной антропологии. Вот у него была в таких классических, наверное, философских традициях двухчасовая лекция на тему «Кто есть человек?», но не в смысле его личного видения, а в смысле просмотра и анализа всей истории культуры человечества относительно взгляда к тому, как человек был видим через антропологию, через культуру. Кто, собственно, такой человек? И я быстренько в двух словах буквально перескажу эту лекцию вам сейчас и потом попробую пойти от нее дальше в следующий шаг. Согласно Хоружему, первые базовые мнения относительно того, кто такой человек, сложились в античности, это он называл классикой. И, естественно, одним из основателей этих базовых представлений о человеке был Аристотель. Значит, во главе всего, во главе человека Аристотель и античность ставила ум. То есть человек – это прежде всего ум. А что такое ум? Это способность стремиться к высшему, самое ценное для Аристотеля, то есть рациональный подход. И, наверное, то, что наша цивилизация у нас следовала из этого подхода – это способна идея того, что ум может проникать бесконечно в любые сферы. И вот сама идея прогресса как такового, то есть бесконечного прогресса, свойственного классического подхода. И вот этот подход, согласно хорошему, развивался долгое время в европейской, по крайней мере, цивилизации в разных вариациях до очень важной фигуры, которая, ну, может быть, это сложилось так, развитие цивилизации, но до фигуры, которая отчетливо опровергла этот подход. Есть какие-то версии у кого-то, кто же эта фигура? Мы с вами сидим в некотором месте, которое должно нам подсказывать, кто эта фигура. Это Фрейд. Фрейд был одним из первых, который опроверг рациональный подход ума и заявил, что человек – это не только ум, а еще и несознательное. И это очень сильно снесло весь классический подход. Плюс оно было поддержано всем многими историческими явлениями. Ницше, который заявил, что Бог умер воинами и прочими экзистенциальной психологией привившейся. То есть, оказалось, что человек не совсем так разумен, как считали в античности, и не совсем ум им правдает. Вот Сергей Сергеевич в этом месте утверждал даже, что вот бессознательное оно полностью противоречит. Я, чтобы это проиллюстрировать, даже черту нарисовала. То есть, вот эти два подхода, они противоречили друг другу. И подход второй Фрейда утверждает, что все движение ума вперед установлено. То есть, вот есть как бы черта некая бессознательная, которая остановила ум, обнаружена граница ума таким образом. И дальше вот некая непознанная, непознаваемая, бессознательная, которая и управляет во многом человеку. И дальше мы никуда не можем идти, а та антропология, которая была до того, она полностью снесена вот этими идеями. Возникает другая, в частности, синергийная антропология, которую создал Харужий, антропология Фуко и так далее. Но они принципиально другие. Они видят человека множественным, они видят человека энергийным. Я сейчас не буду в это вдаваться. Нам важно понимать, что вот центральная позиция является бессознательным. И дальше Сергей Сергеевич, исследуя то, как ведет себя человечество, говорит, что это два противоподхода. Что же дальше? А дальше все, что сейчас на данный момент есть, это некоторая идея тренда постчеловека, которая для Сергея Сергеевича в первую очередь реализуется в трансгуманизме и во множестве людей создания нового человека. Он называет этого человека постчеловеком, который уже человеком перестает быть. То есть вот два тезиса, которые было про постчеловека, это то, что ему характерен, но он уже не человек вообще. Это значит перенесенный наноситель разум. Сейчас много разных вариантов. Сильно измененные гены. То есть много всего такого. Бог данного движения кто? У нас есть человек, сидевший с ним за одним столом. Это Рей Курцвайлд сейчас, в общем-то, один из самых популярных таких риториков данного движения. И сам же Сергей Сергеевич говорит, ну это нехорошо. Куда же мы движемся? Вот постчеловек какой-то, который уже не является человеком. Необходимо что-то новое, говорит он. А что новое предлагает Сергей Сергеевич? Он говорит, ну вот человек присутствующий. Все как-то. Я это послушала и решила попробовать, может быть, оттолкнувшись от этого, некую новую идею. Может быть, она не совсем новая, но просто новая слова может быть сформулированная. Идея того, что все-таки возможен новый человек и новый концепт человека, который будет базироваться на… У нас исчезает полоса между умом и бессознательным. У нас появляется плюс. Тот, в общем-то, подход, который трансперсональная психология пытается всячески вот все эти годы как-то пропихивать внутрь культуры. А именно подход о том, что ум и бессознательное могут интегрироваться. По крайней мере, со стороны ума бессознательное, мне кажется, оно пассивно в данном случае, но со стороны ума ум может не просто во внешнее, во внешний прогресс проходить. Он может проходить внутрь бессознательного. И может его… Как же? Заглазить. Может его объять так или иначе. Причем, вот мне кажется, очень важной посылкой, и в частности это содержание моей докторской диссертации, посвященной бесконечности, является отношение к бессознательному как потенциально возможно познаваемому. То есть очень часто и во многих, в том числе в трансперсональной психологии, даже у классиков трансперсональной психологии, есть следующая идея, которая тоже развивалась в течение двух тысяч лет в человечестве, как отношение к бесконечному, как к непознаваемому. То есть если нечто бесконечно, ну для человека это естественно, вот звездное небо, да, или какие-то образы бесконечности, то я, как кажущийся для себя конечный объект, не могу этого познать, потому что оно все время куда-то убегает. Это одна из позиций по отношению к бесконечности, которая тоже в культуре давно развивалась, и началась она от Аристотеля, который назвал такое отношение к бесконечности как потенциальную бесконечности. Ну, в общем-то, человечеству через две тысячи лет пришло, и в математике появился такой Георг Кантер, который заявил, что даже в будущем бесконечном нечто все равно может быть познано, оно может быть объято, оно может быть, как бы это странно не звучало, использовано. И это то, что он так назвал, он назвал актуальной бесконечностью, оно может быть актуализировано. И если применить эту идею к бессознательному, то мы можем сделать хотя бы допущение, может быть, не обязательно гарантировать и вот там считать, что это обязательно будет так, но допустить, что бессознательное, даже будучи бесконечным, может быть полностью познано, полностью объято. И тогда у меня, как у человека будущего, появляется шанс своим умом познать свое бессознательное. И я предполагаю, что это означает, что тогда, если я смогу с этим справиться, что, по-моему, не так просто. Я занимаюсь действительно более 20 лет уже всеми этими вещами, как Владимир сказал, являясь доктором наук, освоя практически всю трансперсональную психологию на международном уровне, тем не менее осознаю, что у меня есть очень большая бессознательная непознанная часть. То есть нет такой гарантии полного осознания мгновенного. Тем не менее я осознаю и считаю, что это возможно. И если продолжать эту практику познания себя, то возможно познать целиком. И это я хочу предложить такой вариант, как человек, который будет этим заниматься, предположительное название «человек реализующий смысл». То есть в идеале единение ума с бессознательным может человеку давать смысл. И вот реализация этого смысла есть некая новая концепция человека, который, познав себя, начинает реализовывать тот смысл, который он познал. Значит, это вот кратенько такие теоретические позиции. И дальше я являюсь не просто теоретиком, как многие обо мне говорят, что я как раз являюсь человеком, который очень активно реализует многие идеи в практической жизни. И для того, чтобы вот этот вот концептуальный ход как-то интегрировать, необходимо дальше разработать методологию, систему интеграции ума с бессознательным. Вот. Я принадлежу к некой группе людей, которая… Одно из наших названий «Школа игротехников», есть еще название там «Центр коммунистических технологий», «Школа дыхания». Вот мы постоянно занимаемся как раз разработкой разных вариантов методов и методологии интеграции. Что такое методология интеграции? Это значит подбор методов, позволяющих постепенно интеграцию производить. Здесь я привела такую табличку, ну как бы один из вариантов методологии. Эта табличка была создана мной еще, когда я разбиралась с интеграцией в дыхательных техниках. Она изложена в моей кандидатской диссертации в книжке. Значит, это вот такая таблица интеграции, которую я в первую очередь использую в дыхании, но в принципе ее можно использовать и как такую таблицу ориентир. То есть если рассмотреть человека как систему из трех компонентов – тело, психик, интеллект и мир по отношению к нему целиком, то вот эти уровни интеграции психики можно условно представить через четыре части. Значит, классический такой обычный человек. Это человек, у которого, когда у него бессознательное как раз рулит, у него обычно тело, психика, интеллект раздельные. То есть тело хочет одному, психика другого. Ум говорит, а вот правильно начать бегать по утрам, еще что-то. И он очень раздроблен. И с миром постоянный конфликт с кем-то. Следующий уровень интеграции, который достигается уже в практике, это может быть катарсис, экстаз, энергетический выплеск, когда хотя бы тело и психика объединяются. И когда человек уже начинает чувствовать себя единым организмом. То есть его движение, его пластика, его деятельность, начинает энергетика поддерживать его тело. Чаще всего это достигается для начала в разных практиках, в дыхательных техниках. Это вот чаще всего с моей точки зрения. Следующий уровень, когда к этому уже разум начинает сопровождать этот процесс интеграции. И это может сопровождаться инсайдом или как раз вот смыслом порождением внутренним. Когда каждая мысль в человеке может порождать новый поток энергии. И этот новый поток энергии может порождать какую-то физическую активность. И, соответственно, идеальный вариант интеграции, когда уже человек как целый соединяется с миром как целым. И уже является единым. Ну, в древних традициях это обозначается как нирвана, проследление. Вот, это как бы такой ориентир. А дальше, естественно, для всех этих уровней необходимо некий подход специфический, диагностика, работа. Вот мы этим активно занимаемся. И для, как один из таких пространств интеграции, был создан мной Russian House. Значит, что еще, наверное, стоит отметить, что вот особенно для третьего уровня интегративного, ну, в общем-то, и для всех остальных очень важна среда. То есть можно, конечно, иногда приходить на какие-то практики, и это тоже будет полезно. Но если вы хотите заниматься собой полноценно, то очень часто важно находиться в среде, которая будет это поддерживать. Причем находиться, ну, по максимуму, в идеале постоянно. И тогда среда, может быть, может помочь вам вот сформировать все эти интеграционные качества. И сейчас, в общем-то, даже исследование классической науки, например, тоже есть российский философ, известный Стёпин, создавший концепт классической, неклассической и постнеклассической науки. И вот именно передовая постнеклассическая наука, она говорит о том, что именно полисубъектная среда является наиболее эффективной воздействующей средой, и она позволяет как раз создавать максимальные изменения. Так вот, как пример такой среды, ну, я действительно уже много лет создаю разные среды. И в России мы созданы центры в Москве, в Петербурге и в Тверской области. Вот у нас есть действующий проект, так и поселение. Ну, вот так каким-то образом странным, удивительным случилось, что примерно полтора года назад, ну, а идея зародилась где-то два года назад в Калифорнии, в Северной Калифорнии, я вместе со своей подругой Полиной, мы создали пространство, которое сейчас называется Russian House. И это пространство, оно первоначально как бы каким-то странным образом оказалось, что планировалось как ресторан, просто потому что мы остановились в этом месте, здесь был индийский ресторан, а рядом текла русская река. А ехали мы с Беннингмена, и как-то меня осенило, что ну, какая-то несправедливость мира, река русская, ресторан индийский. Значит, надо поменять ситуацию. А постепенно оказалось, что это удивительные места, что это не просто даже Себастополь рядом, это да, интересно, но там рядом российская, то есть река, которая называется Russian River, она не случайным образом. там, это места, которые когда-то русские, было русское усиление под названием Форт Росс. И те из вас, кто смотрел «Идинонный авось», а я когда-то помню, выросла на этом произведении «Идинонный авось», Московский театр приезжал в Петербург, и мы все прибегали смотреть. Вот, это вот в некотором смысле отголоски тех событий, которые действительно были, может быть, не совсем в форте Рос, но в Калифорнии. То есть русские действительно дошли до этого края земли, основали там поселение. То есть все это место пропитано вот этой вот историей. И более того, это не просто даже вот оно пропитано теоретически, как-то мы здесь вот привыкаем к каким-то российским этим матрешкам, они уже замыливаются, а там, в этом форте живут американцы, которые фанатично любят всю эту историю чудесным образом. И вот они творят, то есть это даже не русские, а вот американцы, которые творят эту русскую историю, чтобы она там жила. Да, если туда, в этот форт, действительно, я сколько раз там была, я приезжала туда, он, правда, живой этот форт. Я, может быть, сейчас покажу эту фотографию, там у меня где-то будет. Вот. Подсказывайте мне. Поселение. Да, это значит поселение, но мы создали некоторое пространство в этом месте, это вот одна из таких компаний, которая собирается. в основном амазонки, вот это вот вид с крыши, это уже недавно снятая фотография, значит, там, поскольку часто люди приходят поесть, но потом окажется, что это, в общем-то, не то, зачем они пришли и не то, куда они пришли. Вот. Эти, например, люди отгадывают задачи про колпаки. У нас на столах там лежат разные задачи. Вот есть такая задача про мудрецов и колпаки, когда где-то в пустыне идет мудрец, встречает еще троих мудрецов и говорит им, сейчас я проверю, мудры ли вы достаточно. Я вам одену колпаки либо белого, либо черного цвета, и вам нужно будет сказать, какой колпакт на вас. Я кратко ее излагаю. Вот. И вот нужно решить им было, какой на них колпакт. Они очень радостно решили эту задачу. Это кто из вас? Как у нее здоровье? Как у нее здоровье? Как у нее здоровье? Это человек, который в мировое трансперсональное движение, в который справа очень много вложил. Что про него еще можно сказать? Ну, очень интересный человек, жизнь которого полностью перевернулась после психодерического опыта, который он имел как студент в 60-е годы. И после этого он полностью изменил свою жизнь. И вот он долгие годы преподавал трансперсональную психологию, духовные опыты. И до сих пор он этим занимается. Ну, в общем, один из наших гостей. Ну, это вот еще один из наших гостей тоже. Это Майкл Мерфи. Приезжал к нам с женой. Вот. Ну, Майкл Мерфи – основатель Исалена. Вот. Я заявила ему довольно быстро, что это будет новый Исален. У нас… Дело в том, что действительно Исален находится примерно в той же симметрии от Сан-Франциско. То есть есть район Сан-Франциско примерно 100 километров вниз по Highway 1, поэтому шоссе будет Исален. А Исален – это всемирно известный центр, который в 60-х годах, в общем-то, породил взрыв, как бы так сказать, осознанности, вот практик. То есть, мне кажется, мы во многом здесь сейчас благодаря тому, что вот Исален был. Поэтому вот вся эта волна, она распространилась до России, и вот здесь у нас сложилось это движение. Я был на 86-летии Майкла Мерфи в Москве, он праздновал. Недавно, да. Недавно даже. А, ты точно был в Москве сейчас. Угу. Ну, как? Ну, мы и о тебе тоже беседовали, на каком он скажем. Он делился впечатлением вот об этой встрече. Ну, а у меня есть на видео даже, где он там, какое-то его благословение есть на сайте Russian House. Вот. Но он бодро, он очень интересно рассказывал, и к моим новым заявлениям отнесся, как мне показалось, довольно-таки добродушно. Конечно, у нас нет, может быть, таких сейчас пространств, как и у Санина, но вот некоторая такая прелесть есть. Дело, наверное, даже в том, что мы пытаемся создавать вот эту ситуацию по-новому. То есть, в процессе того, как мы это делали, родилось ряд идей. В частности, одна из идей заключается в том, что у нас нет цен и нет меню. И это работает скорее как свободное пространство, нежели чем какая-то формальная ситуация. То есть, люди, которые приходят и думают, что это… Есть люди, которые думают, что это ресторан. Да, если… Еще вопрос. Ну, что я могу? Я вот… Пашистик, да. Да. Вот это… Не знаю, видео-то здесь можно как-то? Я могу запустить, нет? Ты хотела видео парочку показать? Они запускаются. Запускаются, да? Да, да, да. Вот это Яша Маршал, создатель игры. А, у меня нет звуков. Ключи вот там кнопочку. Крайний… Нет, на колонке… Я не могу… Вот крайняя кнопочка. Сверху, сверху на колонке. Вот здесь, да? Вот дальний угол от тебя. Нет, на колонке, на самой. На колонке, которая стоит. Вот это, да. Вот это кнопочка. Ключи. 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 Ну ладно. В общем-то, Яша говорит, я вам просто так расскажу сама. Яша рассказывал, как ему нравилось делать блины. Это известнейший создатель игры Тамбалия. Он у нас прожил тоже месяц, всячески помогал и очень остался доволен. Это люди, которые пришли тоже после моей презентации в Себастополе. Мне так понравилось. Мне играет на пианино тоже я. Здесь звук, конечно, был неплох, но я пока не смогла включить колонку. Так. Вот крайняя кнопочка. Ее нажми, и там загорится свет рукой. Нет, вот ты правильно нажимала сверху. А так она не нажимается. Ну, кнопочка сверху. Вот. Вот эта? Нет, за той стороны. Крайний в углу она просто. В углу сверху. Вот это вот здесь. Только крайний угол. Дальний угол. Я не могу бросить камеру. славание. Ну, ладно, в общем-то. Я говорил вот об этой кнопочке, да. Ага. Ну, это чтобы вам передать атмосферу, что люди приходят и играют. Это тоже кусочек видео, который показывает, вот к нам пришла местная пома. Там есть такой трайб пома. Она рассказывает про перья, из которых я сделала жар птиц. Но, оказывается, это древние традиционные перья пома трайба, который там живет. Вот. Значит, вот этому я посвящу еще чуть больше времени. Значит, это была лекция мирового ученого Стюарт Хаммеров. Вот здесь. Он завтра тоже в большой степени, благодаря мне, будет проводить лекцию в Москве, там в зале Яндекса. Это человек, который занимается исследованиями создания более, наверное, 20-40 лет. Стюарт, он вообще пришел в сознание из анестезии. Ведь, действительно, анестезиологу нужно понимать, скажем, где начинается сознание, где кончается сознание. И как там бегают сигналы по мозгу. Одна минута. В общем, Стюарт еще и создал движение за исследование сознания. Поэтому, если вы хотите действительно врубиться во многом, вот завтра лекции и можно на нее сходить. Как еще раз поменялись? Стюарт Хаммеров. Стюарт Хаммеров. Значит, это тоже один из известных селебрити местных. Он создал Перплексус. Перплексус – это головоломка сейчас практически во всех детских магазинах создается. Ну, я даже не знаю, что я могу делать за одну минуту, показать вам ролик про счастье. – Ну, ты всех приглашаешь, кто здесь? – Я приглашаю в Рашл Хаус, да, всех. Я хотела дать слово, тут у меня есть свидетели, чтобы… – Это на своем уже воркшопе. – А у меня вроде нет воркшопа, ну ладно. Я всех приглашаю, приезжайте, это даже не столько интересно тем, наверное, клубничкой, которую я показывала, а интересно тем, что люди, которые там живут, они получают очень много опыта за счет того, что это постоянный поток входящей аудитории, постоянный поток сложных ситуаций, которые обрушиваются на голову тех, кто встречает, там готовит, убирает, огромное количество ситуаций. И вот создавать это новое пространство, в нем вариться и при этом еще использовать все эти ситуации как развивающие для себя, наверное, вот это самое большое искусство, которому мы там учимся. И я понимаю, осознаю очень быстро свои границы, где те области, где мне становится очень тяжело в этом процессе. Да. Достаточно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ